И когда суды не работают, адвокаты вообще не имеют денег. Поэтому есть некоторая разница. Думаю, в этой связи, что адвокаты изобретут вакцину быстрее, чем учителя. Та власть, которая ориентируется на большинство, хотя она считается демократической, это власть, которая губит собственную страну. То есть одно дело риторика, а другое дело фактически шаги и действия. То же самое, конечно, касается и образования. Все равно есть масса, пускай и высокообразованная, и даже в этой массе есть своя элита. Коронавирус, помните мое слово, даст резкий толчок к развитию права. И его демократизации, как это ни странно. Не ужесточению, а демократизации. Михаил Ильич, добрый день. Очень рад, что вы с нами. Добрый день. Я бы хотел наш разговор начать, рефразируя вашу недавнюю шутку. Если врачи не изобретут вакцину от вируса, то ее изобретут учителя. Хотя вы сказали, что ее изобретут юристы, адвокаты. Да. Потому что суды закрыты. Да. Но учителя находятся в еще большем нервном напряжении. Скажите, пожалуйста, Как вы вообще расцениваете последствия, правовые последствия вот такого заточения? Я знаю, что вы прогнозируете рост разводов, но сейчас еще многие говорят о насилии внутри семьи. Ну, начнем с того, что для неюристов должен объяснить. Очень хорошо известно, что право всегда отстает от реальной жизни. Право описывать только те события, которые уже произошли. Право не умеет работать вперед. Такой мировой катастрофы, какой является COVID-19, в истории человечества не было. То есть были эпидемии, были пандемии, но они захватывали максимум континент, они никогда не захватывали всю планету. Поэтому, конечно, законодательство всех стран, мы не исключение, не готовы были к таким событиям. С моей точки зрения, одна из первых проблем, которая сейчас возникнет, это международная конвенция по предотвращению пандемии. Сегодня американцы и британцы обвиняют Китай, что те скрыли информацию. Мы говорим о том, что нас заразила Европа. Каждая страна самостоятельно принимала решение, когда закрыть авиационные сообщения. В общем, очень много было вещей, которые принимались, что называется, с колеса на коленки. Первое, что произойдет, когда пандемия закончится, это международному сообществу придется вырабатывать общие правила на случай повторения подобных историй. Это первое. Что касается наших внутренних дел, то да, я прогнозирую рост разводов. Конечно, очевидно, совершенно рост банкротств. Я думаю, что произойдет изменение трудового законодательства. В случае подобных ситуаций, оно сегодня у нас чересчур социалистическое. Получается, что законодательство защищает работников, что вроде бы хорошо, но это разоряет работодателей, что в конечном итоге приводит к резкому ухудшению положения самих работников. То есть на одноходовке защищаются работники, а в двухходовке они же первые теряют все сразу. Рост домашнего насилия, естественно, имеет место быть, но это не долговременная история. Люди начнут выходить на улицы, и рост домашнего насилия на этом прекратится. И, конечно, нас ждет рост преступности, я имею в виду мошенничество, грабежи, разбойные нападения. Потому что, когда люди остаются без денег, и надо кормить детей, то они уже пускаются во все тяжкие. Поэтому, конечно, еще правовое пространство, так сказать, сильно потрясет. Сильно потрясет. А что касается перефразирования моей шутки, то хочу вам сказать, что при перефразировании она утратила одну содержательную часть. Адвокаты зарплату не получают. И когда суды не работают, адвокаты вообще не имеют денег. А учителя, даже при дистанционном обучении или даже при прекращении обучения, у них все-таки зарплата сохраняется. Поэтому есть некоторая разница. Думаю, в этой связи, что адвокаты изобретут вакцину быстрее, чем учителя. Ну, дай бог в этом соревновании я никому, ни за кого не буду болеть, лишь бы уже кто-то изобрел. Но что касается учителей, я бы здесь хотел опять две особенности. Первое, очень важное замечание ваше про то, что право не может работать наперед, на вырост. Вот образование сейчас стремится это делать. Потому что поняли, что если школа не будет ставить себе задач на завтра, то она не сможет обеспечить так называемую социализацию, позитивную социализацию своих выпускников. И возникла идея преадаптационного результата. То есть результата в виде того, чтобы ребенок мог действовать в неопределенной ситуации. И, на мой взгляд, здесь возникает некая правовая коллизия, потому что фактически задача в том, чтобы до нормы научить действовать. Знаете, я вам скажу такую вещь. Вот вы меня представляя, не сказали, что я... Некоторые мы регалии не назвали, они в данном случае имеют значение. Я доктор юридических наук и профессор. Причем профессор не холодный, то, что называется вузовский, а профессор ваковский. У меня есть некоторый, мягко говоря, некоторый опыт преподавания. Плюс у меня сейчас младшие дети учатся в восьмом классе, а внуки разбросаны еще по более широкому спектру. Я считаю... Сейчас выскажу вещи криминальные. Я считаю, что образование наше, как вузовское, так и школьное, в принципе, концептуально неверное. Объясню почему. Когда мы с вами учились в школе, не было интернета. Значит, учебник плюс какая-то рекомендованная сопутствующая литература были источником получения знаний. Сегодня гаджет является таким сопутствующим, всегда при себе имеющимся источником знаний. Школа же продолжает давать знания, а должна учить совершенно другому. Она должна учить анализу информации, она не должна давать книги, она должна показать полки, на которых книги стоят. А школа продолжает давать книги. Причем как дети там выполняют домашние задания? Они залезают в интернет и что-то списывают. Когда учитель в школе рассказывает детям содержание учебника, у меня возникает вопрос, а зачем? Учебник можно прочесть самостоятельно. Вот когда я еще преподавал в УЗИ, пока мне все не надоело, потому что сейчас я только с аспирантами имею дело, я делал таким, ну это называется Соломоновский, Соломоновский метод, значит, я студентам говорил к предмету, который мы изучаем, тему, которую мы изучаем на следующие занятия. А потом просили задать вопросы. Они рассказывали, и они друг другу задавали вопросы. Я просто сидел и наблюдал, а в конце занятия я как бы подводил итог, и говорю, вот это, значит, ты прав, ты не прав. Значит, сегодня с учетом интернета в таком ключе можно проводить занятия начиная с пятого класса. Это первая вещь. Вторая вещь, вот у меня сейчас дочь, такой, что называется, стопроцентный гуманитарий, учится в восьмом классе. Ну, ей физика, ну, никаким боком не нужна. Ну, вот на элементарном уровне, что такое ток, что такое оптика, да, а вот что такое диффузия, интерференция и все прочее, уже ей не нужно. По математике, тангенсы, катангенсы, синусы, косинусы, ну, никак в жизни она использовать не будет. Она мучается, она ненавидит школу, этот предмет. Вот, а ей не хватает истории, литературы. Причем на истории в основном заставляют учить даты, а не объясняют причины, почему произошли те или иные исторические события. То есть школа, к сожалению, дает знания, а не умение оперировать с этими знаниями. Школа не учит думать. А в нашем мире сегодняшнем задача, что школы, что вуза, это научить думать, а не просто вложить знания. Вот это первая такая главная вещь, примитивная к школьному образованию. Я довольно много спорил на эту тему с Кравцовым, который меня убеждал, будучи самым математиком и далеким прошлым школьным учителем математики. Он мне объяснил, что математику тянут до 11 класса только потому, что математика – это определенная стилистика мышления, а не потому, что нужна сама математика. Ну, я, Сергей Сергеевич, отношусь с большим уважением и, возможно, он в чем-то прав, но мне, например, я по математике был очень хорош, очень хорош, хотя бы был гуманитарной профессией, но математическое мышление мне ничего не дало. Мне дали, с точки зрения жизни, шахматы, шахматное мышление. Вот. И знание истории. У нас был прекрасный историк, который нам объяснял, почему происходили те или иные события. То есть учил думать, а не спрашивал, в каком году было то или иное событие. Это была 29-я школа, да? Да, 29-я английская спецшкола, да. Что касается вузовского образования, то здесь, помимо того, что я сказал, что вузовское образование должно учить думать, а не когда выходят лекторы и 20 лет подряд читают одну и ту же лекцию по учебнику, которая есть у студентов дома, там есть еще одна проблема, с моей точки зрения. Это уже наша такая проблема. Это стипендники. Вы можете себе представить, что вы приходите в магазин, вам дают батон хлеба, а потом еще приплачивают деньги за то, чтобы взяли батон хлеба. Вот это вот наши стипендии. Я не понимаю, у меня в голове не укладывается, когда взрослые люди, а с 17-18 лет уже взрослые люди, приходят в институт, где им дают знания, а еще за это и платят деньги. Я понимаю, когда речь идет о социальной стипендии, стипендии для тех, кто приехал из других городов, стипендии для тех, кто, там, не знаю, изнуждающихся, из малобеспеченных семей. Но когда дети подъезжают на Майбахе или даже на Мерседесе к институту и за хорошие знания получают еще деньги, вместо того, чтобы платить деньги, я этого не понимаю. А проблема-то ведь еще заключается в том, что, получив такое образование, этот выпускник никому ничего не должен. Он не заинтересован в том, чтобы отдать долги, отдать кредиты, выплатить кредиты. Поэтому и произошла парадоксальная вещь. Наше школьное образование, несмотря на то, что я сказал, намного лучше западного, и наши выпускники школ выигрывают все мировые соревнования, а когда дело доходит до вузов, мы проседаем, и наше вузовское образование сильно-сильно хромает по сравнению с западным. Ну, я беру даже, не беру, конечно, передовые, так сказать, суперпередовые вузы, типа МГИМО, Выше школы экономики, но они преподают иначе. Там другая система преподавания, чем даже в том же самом МГУ. Образование, как и, наверное, ряд других, за право не могу отвечать, относительно права, но образование предельно консервативно, предельно консервативно. В образовании традиции всегда сильнее инноваций, причем сильнее намного. И, кстати говоря, начиная с Сократа, который, как известно, закончил свою жизнь трагически, да, и обвиняли его как раз граждане, а не власти, в смущении молодого поколения, и даже развращении его. В этом смысле, такие передовые, прогрессорские, инновационные взгляды на результат образования, к сожалению, для меня, к сожалению, потому что я с ними солидарен, не разделяются подавляющим большинством граждан. И на этом паразитируют те, кто так или иначе снимает ренту с этих архаичных представлений. Ну, вот я хотел немножко позже к этому коснуться, да, но уж раз вы про это заговорили, то и я скажу об этом сейчас. Значит, сейчас тут по сети гуляет просто такая цифровая контрреволюция, начиная от видеоблогов, заканчивая выступлением мастеров искусств. Никита Михалков выпустил свою очередную программу, так сказать, обрушившись на цифровое дистантное образование и в том числе на вот эти вот прогрессовские результаты. Мгновенно возникла реакция. Мгновенно. Около 150 тысяч человек написали петицию. Вот что там написано. Дистанционное образование вынужденная и временная мера. Поэтому считаем недопустимым закрепление на законодательном уровне становления дистанционного образования как основного вида образования Но мы об этом говорили. Поэтому школа в этом смысле подчиняется большинству. Это родительский заказ. И он как раз заключается в том, чтобы повторить те блестящие результаты, кто-то в кавычки возьмет это слово, которые были в советской школе. Вот что с этим делать? И мне кажется, это такая проблема сознания, в том числе и правового. Если мы уверены, вот мы с вами уверены, что результаты должны быть другие, а большинство народа в этом не уверено, так как мы, что с этим делать? Вы своим вопросом и своими рассуждениями затронули целый пласт проблем, которые существуют. Начну с конца. Если бы власть прислушалась к мнению большинства, то мы до сих пор жили бы в пещерах. Это слова Форда. Если бы я прислушался к мнению потребителя, то я бы делал дилет. Я в силу малообразованности слова Форда не знаю, это мой афоризм, который я давно-давно уже использовал, примитивно, правда, к мнению большинства по поводу законов, в частности смертной казни, конфискации имущества и прочих драконовских вещей. Так вот, я просто напомню, как народ встретил появление паровоза, как народ встретил появление тканских машин, как большинство воспринимало любые прогрессивные технические решения. Значит, поэтому та власть, которая ориентируется на большинство, хотя она считается демократической, это власть, которая губит собственную страну. Значит, это первое. То есть одно дело риторика, а другое дело фактически шаги и действия. То же самое, конечно, касается и образования. Значит, если, ну, простой пример. Александр Зоевич, вспомните, пожалуйста, большинство ваших одноклассников были троечниками? Да, более того. Большинство ваших однокурсников были троечниками? Вот тут нет, тут нет. Ну, хорошо, хорошистами. Да. А теперь вы понимаете, что это большинство ваших одноклассников и большинство ваших однокурсников стало большинством населения? Большинство одноклассников – да, большинства однокурсников нет. Я заканчивал физический факультет, поэтому... А, ну, вы понимаете, к чему я веду, да? Да, да, да. Потому что мнение большинства это мнение троечников. Когда речь идет о вещах, касающихся жизни большинства, не будущего страны, а жизни большинства, да, конечно, надо ориентироваться на потребности этого большинства. Троечники, а не четверочники или отличники, неважно, на мнение большинства. Когда речь идет о прогрессе, когда речь идет о будущем, а школа — это будущее страны, это Путин много раз повторял, значит, это часть его идеологии, что молодое, подрастающее, по крайней мере, это будущее страны, человеческий капитал и прочее, прочее. Значит, вот в этой ситуации надо ориентироваться не на мнение большинства, а на мнение довольно узкой прослойки, которые, там, академиков Академии наук, ведущих вузовских преподавателей, ведущих школьных учителей, которые своим собственным трудом уже показали, на что они способны, кого они вырастили, кого они выпустили. Вот надо прислушиваться к ним. Вот, и я абсолютно убежден в том, что есть ряд вопросов, где важно мнение большинства, и оно решающее. Но касательно прогресса, развития техники, развития образования, развития экономической ситуации, экономики, надо все-таки ориентироваться на мнение элиты. Здесь лежит та проблема, которая фактически обосновывает школу, потому что школа – это как раз воспитание большинства. Она потому так и называется – общеобразовательная. Простите, я вас перебью. Вы уверены, что вы употребили точный термин, сказав «воспитание», а не «образование»? Между образованием и воспитанием большая разница. Пока да, я ценю то, что вы мне на это указали, но пока, вот на этой стадии обсуждения, да, воспитание большинства. И я объясню, почему культурно-исторически. Потому что, когда возникла идея всеобщего образования, то изначально задача была политическая. Премьер-министр Англии, тогда Дизраэль, очень ратовал за так называемую рабочую демократию. Ему, значит, чтобы избирательным правом обладали большинство людей, живущих в стране, в том числе рабочие. Но он боялся, очень боялся, и не только он один, его партия боялась, что придя на избирательный участок, неграмотные, в этом смысле не образованные, да, но политически невоспитанные люди сделают неправильный выбор. Ровно то, о чем вы сейчас говорите, противопоставляя элиту и массу, да. И на этой волне было введено всеобщее начальное образование. Собственно, Дизраэль его и ввел в середине 19 века. И задача была как раз вот не столько дать ключевые знания, сколько поднять уровень сознательности, если хотите, научить выбору. Для меня обучение выбору, это как раз вот главная задача воспитания, воспитательная история. Я, кстати, не разделяю обучение, воспитание, мне кажется, это такая уловка. Все это там перепутано вместе и так далее. Поэтому, вот по словам можно, да, но задача образования – это воспитать большинство фактически, либо отказаться от демократии. Да, я с вами согласен, что, конечно, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Но так устроено общество исторически, что как вы не стараетесь воспитать массу, образовать массу, все равно есть масса, пускай и высокообразованная, и даже в этой массе есть своя элита. И лидер все-таки, знаете, как в стае у животных, значит, самый умный и самый сильный, он становится вожаком стаи. Так и в обществе. Самый умный и самый сильный становится лидером. Сильный я имею в виду не штанги поднимать, я имею в виду характер. Характер, так сказать, воля, целеустремленность, умение терпеть и так далее. Но беда вся в том, что я не вижу, чтобы школа, наша школа, и, кстати, я неплохо знаю, как получилось, американскую школу, я не вижу, чтобы там занимались воспитанием нравственных качеств, моральных оценок, моральных ценностей. У учителей на это просто нет времени. Не мне вам рассказывать, какое количество времени учителя занимаются писаниной, отписывая всякие справки, планы, проекты, там, черта дьявола, что не имеет ничего общего с педагогическим процессом и с педагогикой вообще. У них нет времени пообщаться, поговорить с учениками. Я очень хорошо помню, как наша классная руководительница периодически, не часто, ну, раз в два-три месяца устраивала классный час, и мы обсуждали какие-то, ну, общечеловеческие ценности. Сегодня я этого не наблюдаю и даже не слышал про это. Эти классные часы, часы посвящены исключительно вопросам получения оценок и кто у кого какие задолженности. Это разные вещи. Поэтому мне кажется, что образование, да, есть, я уже сказал, почему, считаю его неправильным, а вот воспитательного процесса вообще нет. Знаете, у нас у юристов есть такая, не помню кому придерживающая фраза, что юрист, не обладающий моралью, становится преступником. Вот, видимо, то же самое касается и врача, и учителя, и многих других профессий, тех, кто имеет дело с людьми. А вот это школа не воспитывает совсем. Михаил Юрьевич, а вы бы доверили школе воспитание своих детей? Вы бы доверили учителю воспитание своих детей? Вы бы доверили учителю формирование моральных ценностей своих детей? Я понимаю скрытый смысл вашего вопроса. Нет, просто понимаете, я думаю, что можно было бы сочетать домашнее воспитание и воспитание школьное, но реальность жизни такова, что ребенок уходит утром в школу, родители уходят на работу. Когда родители возвращаются с работы, ребенок сидит, занимается уроками, делает домашние задания, времени для общения нет. Большую часть времени ребенок проводит в школе. Поэтому, что значит, доверил ли бы я? По факту получается, что учитель с детьми общается больше, чем общаются родители. В нашем случае, вот с моей женой, ситуация немножко иная. Все-таки, когда дети приходят из школы, жена уже дома, я пораньше приезжаю, мы довольно много времени проводим вместе в выходные, они знают, что уроки надо успеть сделать все до вечера, чтобы вечер провести с нами. То есть, у нас есть время заниматься их воспитанием. Но даже в нашем особым случае, все равно в школе они проводят времени больше. И с учителями они общаются больше. А у учителей просто физически нет времени на то, чтобы заниматься воспитанием. Вот. Плюс еще, опять-таки, не мне вам рассказывать, что перегружено, школьная программа. Да, это кошмар. Ну, это как раз следствие архаичных установок. Но тут вопрос еще в другом. Почему воспитание, так сказать, уходит? Потому что индустриальная школа, а нынешняя школа, она как бы доживает век индустриальный. Индустриальная школа построена на том, что все результаты измеряемы. Все. А это означает, что если в школе будет вменено заниматься воспитанием, то результаты этого процесса должны быть измеряемы. А это уже трагедия. Это уже не фарс, это уже трагедия. Потому что если мы начнем измерять результаты воспитания, ну, сами понимаете, к чему это произойдет. Тогда надо поставить пионерскую организацию, комсомол, так сказать, и они будут измерять воспитание и подготовленность к продолжению дела коммунистической партии. Но я хочу обратить ваше внимание насчет измеряемости на одну вещь. Начну с вопроса. Скажите, пожалуйста, вы в школе были отличником? Виноват. Был и отличником, и председателем Совета Дружины, и комсомольским рожаков. Прошел все пути разврата. Тогда вы немножко портите мою статистику. Потому что по моим наблюдениям, из моего класса, ну и из тех, про кого я узнавал, это не очень репрезентативно, но тем не менее на основе моих социологических исследований. Школьные отличники, как правило, в институте проседали и большого успеха в профессии не делали. А вот школьные троечники, многие, не все, но многие из них, становились круглыми отличниками в институте и делали потрясающую профессиональную карьеру. Значит, поэтому школьные измерения успеваемости отнюдь не являются прогностическими с точки зрения будущих профессиональных успехов. Поэтому я на самом деле вот это школьные измеряемости отношусь весьма скептически. Я очень благодарен вам за эту фиксацию, потому что я здесь с вами солидарен и в завершении разговора, к сожалению, он прошел так, или к счастью, очень быстро и стремительно. Возвращаясь к вопросу о воспитании, я хотел вас вот о чем спросить. Все-таки учителя и родители так много говорят детям о том, как надо поступать правильно и как не надо поступать и так далее. А вот собственно правовое сознание, в этом смысле правовое воспитание наших граждан, наших выпускников не на самом высоком уровне, я бы так сказал. Но соответствует не самому высокому уровню? Ну, видите, вы еще, так сказать, жестче зафиксировали то, о чем я хотел спросить. Я не хочу вас спрашивать, что делать в школе в этом смысле. Я хочу услышать у вас прогноз. Сейчас такое испытание на правовое сознание, да, сидеть на карантине или плюнуть на все и гулять дальше. Вопрос такой немножко необычный. карантин это урок правового сознания или это разрушение правового сознания уже до основания? С вашей точки зрения? Это, конечно, не разрушение до основания. Очень интересные показатели такие, что вот те страны, некоторые страны, которые не вводили жестких санкций, а ввели просто запреты без жестких санкций, там население эти запреты соблюдают без санкций. Швеция, Германия, там есть санкции, но они не жесткие. А есть страны, где были очень жесткие санкции, например, Италия и Россия, где даже не смотрели санкции, а ладно, меня это не касается, а ладно, обойдется, да что мы не люди, мы что не понимаем, да никакого коронавируса не существует. У этого есть много причин, это называется правовой нигилизма, я могу отдельное интервью с вами сделать о причинах правового нигилизма, он зарождается в частности и в школе тоже, но причина его, я сейчас вам назову ее может быть то что лежит на поверхности, а посмотрите наши сериалы, положительные герои, положительные герои наших сериалов, я имею ввиду в основном детективы, митовские сериалы, они совершают преступления ради раскрытия преступления, то есть у нас в правовое сознание внедрена простая очень мысль, что если это для какой-то высокой цели, то можно все, а вот эту высокую цель каждый определяет сам, если дядя Петя утром у дяди Васи отобрал бутылку водки и тот не смог похмелиться, то это страшное преступление, за которое в принципе можно и убить, вот это он сам решает, что есть страшное преступление, отсюда у нас неуважение к суду, у нас отсюда как бы отношение к, ну, известная формула, что строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения, этой формуле уже больше 100 лет, значит, это отдельная тема, но коронавирус, вот то, что происходит в стране с коронавирусом, мне кажется как раз, что это повышает, а не понижает правовое сознание, я считаю, что мы сегодня даже оценить не можем разумность и мудрость шага Путина, когда он дал субъектам федерации возможность самостоятельно исходя из ситуации в субъекте принимать решения о том, какие антиэпидемиологические меры предпринять. Это первый раз, когда мы реально пошли по пути федерализма, хотя более до этого все время шли по пути унитаризма государства. Это просто революционное решение. Сегодня никто его не обсуждает, но это будет иметь свои правовые и политические последствия, причем смотря очень позитивно. Поэтому коронавирус, помните мое слово, даст резкий толчок к развитию права и его демократизации, как это ни странно. Не ужесточению, а демократизации. Спасибо огромное за этот разговор. Здоровья вам, вашим детям и внукам. Успехов. Если мы еще раз поговорим по поводу правового и политизма, я буду очень рад. Спасибо взаимно. Спасибо. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова